В последние пять лет армянские СМИ часто критиковали Ара Абраамяна, Рубена Вартаняна и многих других армянских олигархов и как-то обходили стороной всесильного Самвела Карапетяна. Учитывая, что у Самвела Карапетяна много денег, то и, извините, жополезов предостаточно в различных областях страны, которые вертятся и крутятся вокруг его денег. Собственно говоря, чем владеет Ташир Само? Холдинг Ташир Самвела Карапетяна объединяет более 200 компаний, работающих в основном в сфере девелопмента и недвижимости. Торговые центры Рио, сеть кинотеатров Синемастар, рестораны Ташир Пицца, отели Эс Роял, жилые комплексы и бизнес-центры. В прошлом году выручка группы компаний составила около 181 миллиарда рублей. Самвел Карапетян – друг Сергея Собянина. Прибыль в России, напомню, друзья, генерирует не репутация, а близость к власти. А к власти Самвел Карапетян близок не только территориально и не только к федеральной он близок, но и к столичной. Несомненно, Самвел Карапетян, как и Рубен Вартанян и Арабраамян, постоянно хвалит самого себя и делает это успешно, многие десятилетия убеждая жителей Армении в том, как он много-много делает для всех нас. Позволю себе сказать, что никто не дарит армянскому народу тысячу драм, если ранее не содрал с этого народа 10 тысяч драм. И это должен запомнить каждый житель Армении и армянин вообще. Мы должны прекратить мыслить примитивно и поклоняться тем, кто не заслуживает никакого поклонения. Давайте не будем забывать, что заоэлектрические сети продают электроэнергию примерно 1 миллиону жителей Армении. И, между прочим, Самвел Карапетян не брезгует своему народу продавать электроэнергию по космическим ценам. Таких цен нет практически нигде на территории стран СНГ, как и всучил, простите меня, своему народу Самвел Карапетян. Так что если человек сдирает три шкуры за электроэнергию со своего армянского народа, то ничего удивительного нет, что иногда бросает этому же народу, ограбленному народу, кость, как собаке, строя из себя благородного павлина. Мы очень запоздали с выпуском про Самвела Карапетяна. Имя Само Ташира нужно было обличать еще со времен Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна, когда он с барской руки раздаривал квартиры в Ереване шлюхам и аферистам. Не забуду квартиру, отданную главной кремлевской потаскухе Ксении Собчак. Кто она такая, чтобы дарить ей квартиру? Что это за жополизничество перед Россией? Внимание на экран. Честно говоря, я на руках держу такой же приз, как держали все мои друзья. Но Ксения добылся своего, добилась своего. И я меняю приз, прям на сцене. Я хочу вручить Гарику Марту Росяну... Самвел Саркисович, по-моему... От радости в забу дыхание сперло. От радости, да я... Хоть это с моей стороны будет нескромно, но я буду вручать Гарику Марту Росяну квартиру в Москве. Вау! Гарик! А то, что я держу в руках, я хочу вручить Ксению Собчак. Спасибо, спасибо огромное. У меня только один вопрос. Я надеюсь, я надеюсь, квартира в Бутово? Ксюш, в Южном Бутово? Квартира в центре Москвы. В Мавзолее. Здесь пешком буквально. Была твоя мечта. А теперь, можно я прочитаю в словах? Прочитай. Да, это для Ксении. Значит, сертификат на приобретение однокомнатной квартиры в городе Ереван, Республика Армения. Вручается Ксении Собчак от президента группы компании Торшин, Самвела Карапетяна. 3 апреля 2011 года. Велкам в Армения! Смешно, правда? А также продвижение всех неграмотных исполнителей Робиза, организации для них концертов в Москве. Вот уровень Самвела Карапетяна. Жуткие певцы на сцене Кремля, которые хвалят имя Самвела Карапетяна и полная безвкусица. Напомню, что на том концерте квартиры подарил Самвел Карапетян еще целой толпе бездарных личностей и певцов. Незаметными шагами достигший вершин российского бизнеса, Самвел Карапетян потратил на это 25 лет своей жизни. По истории его жизни можно снять, кстати, голливудскую сказку. В родной Армении в 80-х годах ему помог на старте карьеры старший брат Карен, комсомольский вожак городка Калинина, где жили родители Карапетянов. Выпускник Ереванского политехнического института вначале получил скромную должность технолога на заводике по производству эмалированной посуды, но вскоре стал на нем директором. В конце концов, молодой директор выкупил у государства завод и организовал на его основе многопрофильный кооператив «Зенит». Уже в те годы у него завязались тесные отношения с несколькими российскими крупными предприятиями. Самвел Карапетян с головой ушел в бизнес, а его брат остался в политике. Несколько лет Карен Карапетян возглавлял аппарат президента Республики Армения. Братья Карапетяны вместе возглавили компанию по возвращению к городу Калинина его исторического имени Ташир, впоследствии прославленным своим уроженцем на просторах России. Группа компании Ташир, ныне включающая, как я уже сказал, свой состав 200 подразделений, берет свою историю с 1997 года, за 7 лет. До этого Самвел Карапетян, кстати, перебрался из Армении в Москву, но начать бизнес на российской земле он все-таки решил в Дальнем Подмосковье. В качестве плацдарма была выбрана Калуга. В 1997 году Карапетян купил организацию Калуга Глав Снаб, ставшую основой для будущего Ташира. Первоначальный строительно-промышленный уклон деятельности был дополнен гостиницами, торговыми центрами, жилыми домами, кинотеатрами и ресторанами. Для тех, кто восхищается Самвелом Карапетяном, отмечу, что именно он и его подонки вместе с властями Армении организовали искусственную ситуацию с подорожанием электроэнергии и произошел во времена Сержа Сарксяна «Электрик Ереван», после которого он якобы приехал спасать армянский народ. С 2015 года Самвел Карапетян владеет компанией «Электросети Армении», выкупленной у концерна «Интеррао». И вот так он посадил на свой крючок население Армении. Вот такая подлость. Самвел Карапетян является крышей армянских олигархов в Москве и выбивал при Кочаряне и Серже с них налоги в бюджет Армении. Понятно, что неофициальный Самвел Карапетян – крестный отец армянской мафии. При этом умный отец, который пускает в ход не утюги и биты, а расставляет своих людей на нужные места. Впрочем, Самвел Карапетян уничтожил океан людей, чтобы стать Самвелом Карапетяном. Например, как-то раз фирма «Ташир» получила подряд на реконструкцию торгового центра «Тверской пассаж». По словам арендаторов, реконструкция началась с того, что в торговый центр ворвались вооруженные бандиты, выкинули из центра охрану и продавцов, а потом заварили входы и забили их пеной. Это рейдерский захват был от семьи Карапетянов. И так Самвел Карапетян делал много-много раз. Часто прежние хозяева торговых центров пропадали без вести навсегда. И мы с вами должны понимать, кто стоял за этими рейдерскими, варварскими захватами и пропажами людей. Так что Самвел Карапетян – копия Роберта Кочаряна, по сути. Так в российской столице у Самвела Карапетяна все чики-пуки. А вот в Армении его позиции сильно ослабли после смены власти в апреле 2018 года, когда президентом был избран Армен Заргстян, а премьер-министром стал Никол Пашинян. В мае 2018 года новое правительство Армении расторгло договор с компанией Ташир Капитал о передаче в конституционное управление высоковольтных электросетий. Отмена контракта была обусловлена наличием в нем ужасных и максимально невыгодных для Армении положений. Контракт был подписан в 2017 году, когда премьер-министром был Карен Карапетян, а президентом – Серж Саргстян. Ну а сейчас давайте перейдем к публикации телеграм-канала «Заметки армянки». Вот что пишет телега. Помните, я вчера размещала видеопосты с возмущением Пашиняна о качестве строительства школ в Лории? Так вот, оказывается, работы выполнял никто иной, как Зао Те Констракшн, связанный с председателем группы Ташир Самвела Карапетяна. Там с 2021 года владычествует Армен Карапетян. Кумовство и откаты – привычная манера работы семейства Карапетян. Именно компания Самвела Карапетяна построила пять школьных гимназий в Лорийской области. Две из них в Анадзоре, остальные в Степановане, Вардаблуре и Агараке. Поразительно, что именно в этих населенных пунктах Пашиняна отметил неудовлетворительное качество строительства и материалов, пишет телеграм-канал «Заметки армянки». Но меня, честно говоря, дорогие зрители, это тоже возмутило. Давайте напомню, что последние пять лет именно команда Пашиняна восстанавливает Лорийскую область. Ранее, до прихода Пашиняна к власти, Лорийская область была разграблена, и 48% населения просто-напросто покинули эту область. И вот вам, господин Самвел Карапетян, разве не стыдно сдавать такие некачественные объекты в той же Лорийской области? Впрочем, Самвел Карапетян разными схемами отмывает деньги, в том числе на схеме бесконечной позорной стройки нового здания цирка. Давайте посмотрим фрагмент моего репортажа, который я снимал 10 дней назад, и вы все поймете. Сразу же скажу, что за строительство цирка отвечает группа компании «Ташир», то есть, как говорится, группа Самвела Карапетяна. Мы с вами знаем, что последние два дня информационные ресурсы рассказывают о том, что именно люди Самвела Карапетяна, его ответственные люди, например, в Лорийской области, сдали некачественные объекты, грубо говоря, заняты грабежами и хищениями, но на самом деле многие гереванцы мне пишут о том, что обязательно надо показать здание цирка, которое никак не может сдаться в эксплуатацию. Представьте себе, что группа компаний «Ташир», которая сначала говорила о одной сумме, потом начала говорить о другой сумме денег, группа компании «Ташир», которая строит это здание, строит, конечно, в кавычках, с 2011 года. Можете себе представить Самвел Карапетян, который за полгода сдаёт торговые центры в Подмосковье, потому что мэрия Москвы с него требует вовремя сдавать объекты. Почему-то этот же Самвел Карапетян для своей страны, для своего Еревана, строит цирк с 2011 года. То есть, если у нас сейчас на дворе 2024 год, то есть, 13 лет стоит одно малюсенькое здание. 13 лет. И по моим сведениям, которые мне, соответственно, сообщают люди, которые здесь работают, проект этого здания постоянно меняется. А мы с вами знаем, что если проект меняют, то меняют его для того, чтобы отмывать деньги, для того, чтобы грабить деньги. И проект, который здесь постоянно меняется, меняется не потому, что надо построить здание, которое будет удобным и доступным, а для того, чтобы просто отмывать деньги. Потому что 13 лет менять проект чуть ли не каждый год «Игра без деньги», я сейчас говорю не об этом здании, а вообще о стандартах, это кощунственно по отношению вообще к людям, которые живут в этом городе. Что касается этого здания, ещё раз напомню, что проект здесь меняется постоянно, требует новые и новые порции денег, и здание никак не могут сдать. Вот так работают люди Самвела Карапетяна. К сожалению, Армения для Самвела Карапетяна – это не страна, где есть народ, имеющий права, а какая-то область России, которая должна делать так, как заблагорассудится его величеству, олигарху Таширу Само. Вот, например, Евровидение 2010 года. В начале 2010 года Ева Ривас подала заявку на участие в Евровидении 2010 года в Осло. Как мы понимаем, заявку она подала для вида. 4 февраля продюсерский центр «Армения Продакшн» подтвердил участие Евы Ривас в армянском национальном отборе ежегодного международного конкурса «Евровидение 2010». 14 февраля в Государственном академическом театре оперы и балета состоялся национальный отборочный тур, в котором приняли участие 9 исполнителей-претендентов на билет в Осло, среди которых такие, как Разми Камян, Михриан и Эмми, Мария Кизирян и другие. Как мы понимаем, все эти артисты еще не знали, что участвуют в дешевой клоунаде, потому что Армения 2010 года – это Армения, об которую вытирали ноги такие, как сам Вэл Карапетян. По результатам всеобщего голосования Армению на международном музыкальном конкурсе представляла Ева Ривас, которая по результатам голосования прошла в финал. Представляете такую наглость? И это при том, что жители Армении понятия не имели, кто такая Ева Ривас. Ева Ривас – это псевдоним, а на самом деле девушку зовут Валерия Александровна Решетникова. Ничего не имею против этой задорной, высокой и творческой девушки, но все должны понимать, что сам Вэл Карапетян, по сути, наплевал на всех талантливых детей Армении в 10 областях и обманным путем отправил представлять Армению любимицу своей семьи. Зачем тогда детям Армении танцевать, учиться петь песни? По сути, выступление Евы Ривас было провальным, потому что на сцене творился страшный ужас. Чтобы не опозорить Еву Ривас, семья Самвела Карапетяна притащила на сцену чуть ли не всех талантливых армян России и Армении. Еву Ривас спасали от позора на сцене Восла такие исполнители, как Дживан Гаспарян, Мариам Мерабова, Гор Суджан, Тигран Петросян, Артем Дервоед и многие другие. Господи, зачем тогда мучить девушку и вытаскивать на сцену, если отдуваться за нее пришлось другим армянским артистам? Сама Евы Ривас на сцене была одета очень и очень вульгарно, будто не армянский народ представляет, а готовится к какой-то секс-вечеринке. Одела она обтягивающие джинсы, сверху нацепила какую-то ночную секс-воздушную накидку с жуткими и дешевыми сверкающими камнями и максимально вывалила грудь, из-за чего слушатели постоянно молились, чтобы эта самая грудь не вывалилась и не опозорила страну. А что мы хотели от певицы, которая представляла не истинный образ армян и их традиции, а просто является игрушкой семьи Карапетян и поднялась на сцену Евровидения ради того, чтобы угодить самолюбию семьи олигарха. Давайте вернемся к Самвелу Карапетяну. Человек любит, чтобы им восхищались, говорили о нем. И я думаю, что никому не открою секрета, если скажу, что Самвел Карапетян прекрасно знает, что в его окружении тоже воруют деньги. И не только в школах лори, но и в самой Москве. Не забывайте, что концерты в Кремле, которые оплачивает Ташир Само, это тоже стиральная машина по отмыванию и хищению денег. Продюсеры и родственники Самвела Карапетяна тут греют руки по полной программе. И очень смешно, когда кто-то говорит, как много делает Самвел Карапетян, когда организовывает армянские концерты в Кремлевском зале. Вот такой уровень участия нашего народа, раз люди радуются не строительству дорог в стране, а тому, что на сцене Кремля Самвел Карапетян собирает певцов и певиц, из которых, извините меня, 80% чьи-то любовницы или бездарности. За 35 лет Самвел Карапетян не проспонсировал ни одного исторического фильма или сериала о истории Армении, а вот пиарить певиц с 3D-ресницами и накладными титьками – это пожалуйста. Самвелу Карапетяну и ему подобным армянским олигархам хочется посоветовать вспоминать про гордость, когда они на свадьбы сыновей приглашают российских певцов, которые не уважают их народ. Давайте посмотрим одно видео и продолжим. Ремейки делать. Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали, вы мне надоели. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Да. А? А? Да мне попу какую напишите. Так же, как и вы. Не люблю ни профессионалов. Непрофессионалам тут делать нечего. Что, хочешь, чтобы я сейчас ушел отсюда? Ну, я уйду. Ну, не уйду, потому что уважаю других ваших коллег. А вы отсюда уйдете. Что, взяла и ушла отсюда? Встали и ушли. Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда. Ремейки, видите, большое количество. На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными. А не так, как вы. Вчера у подворотня, а сегодня здесь, на втором ряду. Все, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски. Да. До свидания. Все. Да. Пизда. То есть человек унизил армянскую журналистку и весь армянский народ, жестко высказался в адрес этого народа, но только армянские олигархи, в частности Самвел Карапетян, продолжают поклоняться Киркорову. Вы можете себе представить, чтобы грузинский олигарх или азербайджанский олигарх или иранец пригласили российского певца, который оскорбительно говорит о его народе? А Самвел Карапетян, видимо, такие вкусы имеет и имеет их уже давно. Внимание на экран. Филипп Бедросович, сейчас ходят слухи, обсуждают, что у вас поролоновая жопа. Что, это правда, что ли? Что? Поролоновая жопа, говорят. С народным артистом говоришь, как ты разговариваешь? Какая жопа? Ну, докажите. Воспитали. Во-первых, ягодицы. Это поролоновая или настоящая? У меня все настоящее. Все, точно? Точно, можешь потрогать. Ну, я пальчиком чуть-чуть совсем, вот. Какая упругая. Дайте я с этой стороны. Все, хватит. Иди отсюда. А вот уже Филя. на свадьбе дочери Карапетяна в Ереване. Музыка. 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 Впрочем, все эти жуткие поступки Самвела Карапетяна ничто по сравнению с тем, что он вытворил в Святом Эчмиадине, где повесил фото женой. Я напомню, что на территории всего Святого Эчмиадина могут висеть только и только фотографии Иисуса Христа, святых и бывших католикосов. Там не может и не должно быть фото олигархов или богачей с женами. И Самвел Карапетян совершил большой грех, когда решил, что он ничем не хуже Иисуса Христа и имеет право, чтобы его икона висела в Святом Эчмиадине. Позор Игоря Гину, который за деньги повесит и фото Сатаны в Святом Эчмиадине. Мы можем часами рассказывать о поступках Самвела Карапетяна, но не будем. Человек, который себя ставит в один ряд с Иисусом Христом в Святом Эчмиадине, не заслуживает, чтобы мы дальше о нем говорили. Автор выпуска Роман Багдасарян вы смотрели и слушали независимую инфоплатформу в центре объектива.